Иголай Грифорин Денисов с докладом Рукописные книги староопередческого мастера Макс Ротова. Этот доклад выбивается с таких элементальных докладов, которые я сегодня слышала. Это тоже отношение к народной культуре, но к памятнику письменному. Основной частью изучения областного предпринимательской культуры в ходе комплексных археографических предприятий является, да, можно показывать свою картинку. Изучение патрито тех книг, которые присутствуют на приросте в этом храме, или, если я бываю даром, то всегда знакомлюсь с собранием книжным и рукописным, как певческим, так и не певческим. Много лет бываю в Казаку-Крассу, но уже 20-21 века в одной семье мне показали одну лукопись. Я посмотрел период докладов, я приезжаю в 2002 году, привожу Елену Александровну Альгееву, она смотрит, вы что ли, как ли, книга. Это никакой реакции. Хоть и год, и каждый раз я прихожу, я смотрю, она особо, так сказать, заинтриговала она меня, и все это дело продолжал до 2014 года. В Казаку специально туда появился профессор Московского университета Василий Васильевич Экологий. Он внимательно осмотрел книгу, началась, нашел даже имя писать, вот, и приехал в Москву, и стал прорывать все рукописные собрания, Московский библиотек, сам Петербургский библиотек, и еще нужно сказать, что у Некрасина работала в археографической книге Московского университета и Ирина Васильевна Поздея своим сотрудникам была в том, но книгу ей эту не показали. Показали только мне. В чем особенность этой книги? Она написана на холсте, а не на бумаге. Прорыв все рукописные библиотеки города Москвы оказалось, что есть две аналогичные книги. Первый холстянаик Ермолит Васлов нашел еще в XIX веке известный филолог и археограф Барсов. И он собрал 1891-ю богатую коллекцию, и для эту книгу у него купили для царской семьи Ленковая Торова. Вторую рукописи «Покожные холстяны» «Неотерпные книги» где-то приобрел нижегородский коллекционер по фамилии Голландия и в 1992-1993 годах он передал ему счастливое собрание на внешнему бывшей ленинскую и внешнему старскую тетю. Но оказалось другое. Будучи дотошным специалистом, вообще специалистом не только по кириллисному, но и по глаголицам, книги эти написаны «Одним этим же аналогом». Но если две, одна позвала в царскую семью, другую, какую-то нашел межгородский коллекционер, то третья книга оказалась в Турции в запутанной «Красовской». И они ее привезли. Мне пришлось еще раз ехать по его просьбе, и тогда я стал беседовать с хозяйкой, которая поэтическими соображениями просит меня называть ее. Эту книгу подарил мне папа, в фон 1943-1943 год. Его книга осталась от него отца. Его отец был, называли имя отчество, в 1905-го года рожден. Папу рассказывал, что в Турции по деду Велине книги был родственник. Его люди называли нервным, так как у него не родились дети. Многие семьи считали, что казаков Некрасов вновь хранил на церковь. И вроде бы он писал книги для Некрасова, это был наш родственник. Папа считался таким, которых в Турции называли учеными, то есть с детства он был в церкви перечитать. Сейчас он это делает по болезни, так как переносил сутки. Турции было принято так, набирали группы детей, которых учили читать и петь, и их готовили для участия в студии. Когда дед был жив, я помню, что у него было много книг, он их привез с собой в Россию. Но мы тогда были студентами, нам это было неинтересно. А потом, когда папа мне дал эту книгу, я спросил, папа, а у деда было много книг, когда о многих люди с прихода стали у папы просить их почитать, но никто не вернул ни от них. Не буду назвать их по ним. По этому папе ему для тех оказалось распыленным. Много книг взял брат, папа, мою крестную. Он ходил на службу, принял в ней участие, скончался в 2000-е годы. Моему брату папа дал две книги, в том числе одну певческую, а мне он и наиболее. Так попала ко мне эта книга. Когда я видел один священник, не буду называть, он стал просительным, я отказал. Он объяснил, что в ней есть свои поколения. Это было связано с тем, что когда у староверов не было священника, понимали совершать крещение, отбивание и покаяться. В этой книге есть и молитвы. Он предлагал мне принять он за целый библиотип. Я отказал. Другие стали просить взять ее почитанию. А я решила, сказав, что эта книга никогда не будет из этого. Ну вот, вы видите, все эти заставки никуда останавливаются. Значит, после этого он еще раз меня послал, и мне эти хозяева решили всю ее признать. Он провел текстологическую романтию. Конечно, это было не просто переписи и прописи. Он был иконописец. И необычность ли не была в том, что, поскольку содержание было такое, что содержание будет того, что есть собраны все молитвы, которые должен человек читать, когда нет священника, и причащаться запасными дарами в отсутствии священника. Значит, он был попутцем. Но почему она написана на холсте? Это связано со скитанием. И, конечно, она была очень нужна некрасовцам, которые ходили в месяцах рыбачить в течение года. Это время попадало на время поста, им нужно было по нужде причащаться. Но вот собрать, догадаться, чтобы сделать, написать на холсте – это уникально. И что сделал этот мастер? Он взял и прогрунтовал эти листы холста. Так что книга, в отличие от бумаги, попадает под ножки, не пропадает. И сохраняется, сохранилась. По почерку это все написано. Написано в 20-х годах 19-го века, и до сих пор она в таком виде существует. Что касается этого орнамента? Он не похож ни на Айпоморский, ни на Дедовский, ни на Гуслицкий. Явно, конечно, что мастер был таким, народным мастером. Она примитивная вся эта орнаментика. Но по сравнению со всеми этими холостыми книгами, эта книга самая искренне значимая. Мастер этот жил в конце 18-го, в результате начала 19-го века. И, видимо, он писал это уже в преклонном возрасте, потому что об этом свидетельствует одна заставка, которую он написал в конце книги. В чем произошла сенсация? Да то, что ученый колодок стал прорубать все, что мог. Выяснилось. За всю историю Древней Руси до расхода церкви только в 70-е годах 17-го в мастерской посольского приказа были изготовлены для царя Алексея Михайловича подносные экземпляры двух сочинений Николая Спафария «Книга о Севилах». То есть книга о царях. Вот в ней миниатюры были написаны маслом на отдельных колчевых листах, наклеенных на тарту, а затем вставлены рукописи. И было еще в 1701 году Реймзер закончил чертежную книгу Сибири «Карта». Она тоже написана на холосте. Но она, чтобы была книга, написана на холосте за всю историю Древнего Сибири. Так что старообрядчески народный умерец иконописник создал книгу, которая думала за всю историю Древнего Сибири государства. В этом уникальность этой находки. Мы видим переговоры с этими людьми, что все-таки они ее продали в Государственный исторический музей. Они то склоняются, то отклоняются. Но если поручат это делать, значит нужно будет приезжать туда. И только мне они поручают привезти эту пучку в Государственную местность и согласятся продать эту пучку, нужно привезти в Государственный музей, и мало что может случиться. Вот такие находки может быть. Народная индуктура. И Декрасов все время открывают свои секреты. Аплодисменты. Аплодисменты. Сколько страниц? Она большая чемпионка. Партианин стоит сюда. Потому что там поправьте справочек при этом просветового прочищения, искусственного покаяния. И все требования, как это очищается с опасными дарами, поскольку отсутствие защищения. А что у нас-то разговаривали Максимово, и вы сказали? Да, да, это в конце написано. И да, он в конце пишет, просит прощения за свои грехи, что я читаю с чашкой картина, все по канонам, традиционным временам, все-все-все. Вы сказали о том, что это работа у Лунии, но для греха Романского. Да, да. Поначалу я думал, что там не казаки написали, потому что это можно было все, как они написали Романом, Романом, Романом. Но оказалось, что две книги этого мастера хранятся в Лунии. То есть они купили у него, чтобы он попал. Связи у казаков не красно, спасибо и всегда. Они их писал герц, они их писал герц, они их писал герц, они ездили в Стамбул, они покупали книги, они покупали иконы, они ездили рыбать в черное море, они общались с единоверцами. Их даже был такой, когда на дружбе, в 19-м 20-м века случай, когда у них попала азбука. И они были очень мудрыми, понимая, что если потеряют азбуку, в общем, потеряют язык, потеряют себя, связались с русскими мореплавателями и попросили у них прислать азбуку. Все сказали, пришлите какую-то редкую рубрику. Они в ответы подарили хронограф князей Мурубским в 16-м веке за азбуку. Вот как они ценили азбуку. Контакты с Россией были всегда. Но этот ценнейший памятник находится пока в личной комиссии. Спасибо. Спасибо.